Еще раз всем добрый вечер. Мы чуть-чуть не закончили с вами читать 8 глав предисловия Кракта Туавод в прошлый раз. Вот сегодня мы это сделаем, закончим. Давайте бегло вспомним, поскольку было длинным наше расставание, о чем, собственно говоря, эти 8 глав. Значит, в видении Рамбом нам что говорит? Он говорит, что это трактат, трактат о моральном совершенстве. И подчеркивает то, что мнение мудрецов Талмуда и мнение философов, в данном случае, совпадают относительно морального совершенства. И вот он хочет нам в предисловии объяснить, собственно говоря, те необходимые сведения, которые позволяют понять, каким же образом это моральное совершенство достигается. Хотя, как мы помним, он на самом деле говорил в итоге, говорит не только о моральном совершенстве, но тем не менее моральное совершенство является частью совершенства общего, и поэтому это является очень важной частью Мишны, трактатовод. Об этом он говорил и в предисловии к Мишне. Начинает он с чего? Он начинает с того, что у человека есть одна душа, и говорит о различных силах, различных частях этой самой души. И выделяет, как вы помните, наверное, 5 частей или сил, чувствующая, чувствующая, воображающая, побуждающая и разумная или мыслящая. Это, собственно, первая глава. Вторая глава была посвящена различным дефектам вот этих самых частей и определению того, где там достоинство, где недостаток. И там он в этой второй главе говорит о том, что бунт против заповедей или, наоборот, исполнение заповедей, они связаны только с двумя частями души, с чувствующей и побуждающей. Питающая, она работает как бы как автомат, воображающая в каком-то смысле тоже, а мыслящая является руководящим органом, но этот руководящий орган, к нему не относится то, что можно было бы считать заповедью. Это интересная как бы мысль, которую нам надо с собой взять в следующую книгу, потому что мы будем сегодня, я надеюсь, дочитаем вот это предисловие и перейдем к Мишне Тору, являются ли вещи, которые связаны с постижением, с разумом, с представлением, да, какими-то являются ли они относящимися к вот этой стороне заповеди или нет, это как бы отдельный вопрос. В данном случае получается, что нет, да, поскольку он говорит, что вот пункт или исполнение связаны только с чувствами и побуждением. Это связано, ну, как бы с чем? Если я говорю, что это всегда действие какое-то, я либо не исполняю то, что нужно, либо делаю то, что запрещено делать, и это связано с определенным импульсом в чувствующей душе и побуждением, которое, собственно говоря, меня и заставляет это сделать. А что к этому привело, какие мысли к этому привели, воображение, это как бы остается за кадром, потому что в итоге, собственно говоря, само преступление или, например, исполнение, да, они осуществляются именно вот этими частями, душечувствующие и побуждающие. Ну, хорошо. И про моральные достоинства он говорит, что они как раз находятся вот в этой самой побуждающей части. Третья глава была посвящена болезни. Если вы помните, он сравнивает болезнь тела и болезнь души, и мудрецы, как врачеватели души, и болезнь души – это ее порочность. И можно, наверное, говорить о каких-то пороках, связанных с каждой из вот этих перечисленных частей души. Но в третьей главе он об этом подробно не говорит, он просто говорит о том, что есть эти самые болезни, и их нужно, на самом деле, лечить. По сути дела, так же, как лечится болезнь тела. И в четвертой главе он, собственно, переходит к тому, каким же образом это лечение должно происходить. Ну, и тоже я напоминаю, я надеюсь, что вы все это прекрасно помните, да, он говорит о том, что, по сути дела, врачевание души, оно связано с чем? Оно связано с становлением своего рода золотой середины, да, то есть между достоинствами и недостатками. И если у меня есть отклонение вот этой золотой середины, то мне нужно каким-то образом это исправить. Исправить это должен только так, что я себя приучаю к противоположному. Но это временная мера, да, то есть любые крайности, отклонения, например, если человек решил аскетично вести образ жизни, как он говорит, если мудрец решил вести аскетичный образ жизни, то это не потому, что он впал в крайность, потому что он с помощью временной меры самоусмирения пытается, так сказать, привести свою душу вот этой самой золотой середине. И когда этот баланс установлен, то все нормально. Ну, и там же он говорит о том, что Тора, собственно говоря, и ведет нас по этому пути. И все указания Торы, они, собственно, если их соблюдать, то ты как раз и окажешься в этом самом срединном пути, который является оптимальным. В пятой главе он, собственно говоря, утверждает то, что, казалось бы, выходит немного за рамки трактата ООД. То есть трактата ООД направлен на моральное совершенство. В пятой главе он говорит, что, вообще-то говоря, все силы души должны быть направлены на одну цель. Что это за цель? Это познание Всевышнего. И, собственно говоря, подчинение всех сил души разуму, который ведет вот к этому самому познанию. Познание Всевышнего, это означает, что это означает познание мира, то есть это, по сути дела, философия, которая приводит в том числе к познанию Всевышнего, насколько это вообще в силах человека. И он говорит о том, что если человек думает и продумывает каждое действие, проверяя, идет оно это действие к этой самой цели или не ведет, то, в общем, вот такой человек и является нормальным. То есть, опять же, Тора в этом помогает. И какие-то действия, которые Тора рекомендует, их можно особо и не продумывать. Вот ты их исполняешь, и, значит, соответственно, эти действия ведут тебя вот к этой самой цели. Шестая глава любопытная была, да, относительно парадокса. Кто является более достойным? Человек, который не испытывает никаких влечений и праведный по своей природе или тот, кто себя ограничивает и как бы владеет собой, как это сформулировано там. То есть, человек, который преодолевает какие-то соблазны. Ну, и там два тезиса было. Один тезис философский. Философы говорят о том, что вот эта самая врожденная праведность, она, конечно, лучше. А мудрецы Талмуда говорят, что нет, наоборот, тот, кто овладевает собой и преодолевает, он оказывается выше. Ну, и Рамбан решает вот этот самый парадокс видимый. Он решает каким образом? Он решает, что есть действительно вещи, такие как убийство, воровство, обман, грабеж, неуважение к родителям, ну и так далее. То есть, все это, это действительно вещи, где человек, который не испытывает к ним влечения изначально, он является, а его душа является более совершенной. А те, у кого такие влечения есть, это человек с ущербной душой, и ее нужно лечить и каким-то образом исправлять. Но в том, что касается заповедей, так называемых дисциплинарных, так как их Саади назвал в свое время Саади, то есть заповеди, относительно которых, в общем-то, нет, скажем так, естественной интуиции. Например, не носить шерсти лен, или там мясное, молочное, не смешивать и так далее, то такого рода заповеди, конечно же, вознаграждение выше у того, кто владеет собой и не поддается подобного рода соблазнам. Потому что подобного рода склонность, склонность, например, к употреблению мяса с молоком, она не является ущербом. И поэтому человек, который стремится к этому, но владеет собой, получается, что у него как бы он совершает более значимое движение, а тот, кому это все равно, оказывается ниже. Вот таким образом он решает эту проблему. Ну, это шестая глава. Седьмая глава была посвящена тому, что мешает достигнуть высшей точки человека. А высшая точка, по крайней мере, в этом произведении Рамбана – это пророчество. И он, по сути дела, может быть, сформулирован в других книгах, а мы увидим, как интеллектуальное совершенство, которое является, собственно говоря, необходимым и иногда почти достаточным условием для получения пророчества. И он там говорит о моральных и интеллектуальных достоинствах и недостатках. И вот эти самые недостатки или пороки – они и есть те завесы, которые мешают достигнуть пророчества или которые определяют уровни пророчества. Он там говорит об уровнях пророчества. Начиная от Моисея, который является в таком смысле наивысшим достижением возможным для человека, то есть идеалом в этом смысле. У него нет ни одной завесы. Он видит, что сквозь прозрачное стекло, аспаклария Мейера, светящиеся аспаклария. В отличие от других пророков, у которых есть кое-какие недостатки. Он там говорит о том, что эти недостатки не всегда могут помешать пророчеству. То есть есть какие-то моральные качества, которые там гневливость излишния или еще что-то в этом роде, которые на самом деле в общем пророчеству не препятствуют, хотя они являются завесой, которая не дает возможности увидеть все через прозрачное стекло, как Моисей. И, наконец, восьмая глава. То есть если говорить о логике, то есть логика какая? Сначала он описывает базис, а именно силы души и так далее. Говорит о том, какая душа совершенна, какая несовершенна. И в итоге приводит к идеалу. Идеал – это Моисей, морально совершенный и интеллектуально совершенный человек. И к этому, собственно говоря, любой человек должен стремиться. Седьмая глава о том, что мешает ему достигнуть любому человеку этого. И восьмая глава была посвящена чем? Почему? Она была посвящена вопросу о природных склонностях человека. То есть он говорит о том, что есть природные склонности, но нет предопределенности. То есть, по сути дела, он говорит о свободе воли. Почему это важно опять же в этой конструкции самой, того предисловия, потому что после того, как он изложил эту перспективу того, каким образом человек двигается к этому самому интеллектуальному совершенству, ему, естественно, подспудно можно было бы задать, он сам себе как бы задает этот вопрос, а любой ли человек к этому способен или нет ли чего-то, что, собственно, определяет судьбу человека, в том числе и его качество и так далее. И вот этому была посвящена восьмая глава. Мы ее почти дочитали. Сейчас дочитаем. Сейчас я покажу. Где мы остановились? Давайте вот здесь начнем. Когда говорят о стоящем или сидящем человеке, что он стоит или сидит по воле Всевышнего, то смысл этого в том, что в природе человека в корне бытия его способность стоять и сидеть по своему выбору. Но не то, чтобы всякий раз, когда определенный камень падает, Всевышний желает, чтобы он упал или он не упал. Это вот, собственно говоря, один из пассажей. Он с этого начинает разговор о свободе выбора в этой главе. И это одна из иллюстраций. То есть, когда говорится, что по воле Всевышнего, то имеется в виду не то, что Всевышний решил, что ему сидеть надо или стоять, а это некое фигуративное выражение такое. И вот принцип, о котором тебе следует знать. Так же, как желает Всевышний, чтобы человек был прямо ходящим, с широкой грудью, с пальцами. Желает он, чтобы человек двигался и покоился по своей воле, по своему выбору. И никто не принуждает его к этому и не мешает ему в этом. Как объяснено в книге истинной и как сказано, вот человек стал как один из нас в понимании добра и зла. То есть здесь заодно дается интерпретация этому стиху, где говорится о том, что Бог говорит. После того, как человек съел от этого самого древа познание, он стал как один из нас. И в данном случае этот стих интерпретируется вроде бы как обретение вот этой самой свободы воли. Тоже давайте это запомним, потому что в путеводителе растерянных будет дана иная интерпретация. Итак, человек стал единственным существом в мире, видом, которому не подобен ни один другой вид, по свойству, которое дано ему. И что же это? Он сам по себе распознает поступки хорошие и плохие, совершает те из них, которые пожелают, и никто не остановит его в этом. А если это так, можно протянуть руку и взять это, и съесть, и будет съесть, и будет жить вечно. Это очередная цитата из того же самого места. Не будем сейчас входить, на самом деле, может быть, мы вернемся к этому фрагментику, когда будем читать путеводитель растерянных, и то, каким образом Маймонит интерпретирует грехопадение. Видите, что здесь он использует эти стихи, и эти стихи из книги Берешит, они вроде бы говорят о том, что человек обретает свободу воли. И поскольку свободное совершение человеком добра и зла, когда пожелает, это необходимое свойство природы человека, следует воспитывать его по пути добра и велеть ему, и предостерегать его, и наказывать его, и вознаграждать его, и будет все это справедливо. То есть почему такое важное место занимает вот эта восьмая глава, она одна из самых длинных в этом предисловии, потому что, собственно говоря, является основой, основой воспитания, по сути дела, приобретения вот этих моральных и интеллектуальных совершенств, мы могли бы сказать, ну, у кого есть, у того есть, у кого нет, у нет, кому судьба предназначила это, у того так и будет, а у кого нет, нет. Но Рамбам говорит, нет, поэтому необходимо воспитывать по пути добра. Это и делает трактат, а вот как раз этим занимается, предостерегает и так далее. И сам он должен приучать себя творить добро, чтобы обрести достоинство и воздерживаться от скверных поступков, чтобы освободиться от пороков. Это то, как он говорил про лечение души, да, то есть человек занимается вот этим лечением, тем, что склоняется, если видит в себе тот или иной недостаток, он его исправляет, склоняясь в противоположную сторону. И пусть не говорит человек, я попал в положение, которое я не могу изменить. Любое положение может измениться от добра к злу и от зла к добру, если таков выбор. Поэтому и ради этого мы решили объяснить, что такое подчинение и что такое бунт. Но осталось нам объяснить еще кое-что. Есть несколько цитат, из-за которых думают, что Всевышний предопределяет непокорность и принуждает к ней. Но это ерунда, которой многие занимаются, как мы их объясним. Ну и дальше он приводит цитаты, где действительно вроде бы следует, что у неких злодеев не было выбора. Ну, например, Авраам, говорится, и поработят их, и будут их угнетать, египтяне. Значит, получается, что они в каком смысле, раз Бог об этом говорит, предсказывает это, то значит, они по его воле это и совершили. Ну, Рамбам нам объяснит, что нет. Мы не будем, наверное, читать вот эти фрагменты, а именно, как он объясняет вот эти стихи, которые вроде бы выглядят, как говорящие о том, что человек вынужден делать что-то или, вот второй эпизод, да, и сказал, я укрепил сердце фараона. Ну, это знаменитый пример, который очень многие комментаторы приводят, да, что же это значит, если я укрепил, если Бог сам говорит, что он заставил фараона быть таким шестоким и несговорчивым, то тогда вроде бы как фараон ни в чем не виноват, а позже наказал его и казнил. Это необходимо обсудить, говорит Рамбам, следует из этого важный принцип, обрати внимание на мои слова об этом, подумай над ними, сравнись с другими словами. И дальше он объясняет, что он объясняет то, что на самом деле, опять же, это фигура речи определенная, на самом деле у фараона не была вот эта свобода выбора, это был свободный выбор фараона, и просто язык писания описывает это таким образом. Поэтому я не буду сейчас вдаваться, да, потому что это довольно длинная история. Ну, еще он приводит такие примеры и так далее. Допустим, это то же самое про царя Сикона, да, что он вроде бы ожесточил дух его, Господь ожесточил дух его. Опять же, он скажет, что это просто фигура речи такая, да, на самом деле это был выбор, выбор самого Сикона. Ну, и так далее, да, вот, собственно говоря, здесь на желтеньком фрагментике заканчиваются различные примеры, которые Рамбом приводит и объясняет, что каждый раз, когда мы сталкиваемся в Писании с тем, что Бог вроде бы кого-то к чему-то принудил и заставил что-то сделать, на самом деле это не что иное, как фигура речи, выбор был за человеком и свобода выбора у него не была отнята. И значение затруднительных стихов в Торе и Писании, которые могут вызвать заблуждение, согласно которому Всевышний навязывает совершение греха, мы объяснили без сомнения, и всякий, кто рассмотрит это внимательно, убедится, что это правильное объяснение. Ну, вот, собственно говоря, мы продвинулись, да, и вот нам осталось совсем немножко. Остались мы с нашим принципом, человек свободен подчиниться или бунтовать, есть у него выбор в делах его, делает он то, что желает сделать, а то, что не желает делать, не делает, кроме случаев, когда за грех он наказан тем, что устранено в нем желание. Это как раз про фараона, да, то есть фараона вплоть до того, что как бы был отнят, да, была отнята возможность желать. И он может развивать в себе достоинства и пороки, потому следует ему совершать усилия, чтобы развить в себе достоинства, ведь у него нет внешнего побудителя, который толкал бы его в их сторону. Это и сказано в поучениях этого трактата. Если я не помогу себе, кто поможет мне? Видите, вот он приходит, собственно говоря, к одному из важных поучений из этого трактата. И этот трактат, зачем он нужен? Он нужен именно потому, что человек должен себя воспитывать. Должен в себе воспитывать достоинства и пороки, и все зависит от его желания. Поэтому столь важен принцип свободы воли. И остался один вопрос, который следует обсудить хотя бы вскользь, чтобы завершить тему этой главы. Хоть я и не собирался в этом говорить вовсе, но вынужден. Этот вопрос о знании Всевышнего, того, что случится в будущем. Но он связан, естественно, с проблемой свободы выбора. Если Бог знает о том, что будет, то значит, это должно произойти. Ведь это аргумент, который высказывает нам оппонент, полагающий, что человек примужден повиноваться или бунтовать. И что нет у человека ни в каком из его поступков выбора. Ибо его выбор зависит от выбора Всевышнего. Пробуждает их к вере в это такое рассуждение. Или Всевышний знает, что некто будет праведником или злодеем, или не знает этого. Если скажешь, что знает, значит, этот некто принужден к этому состоянию, которое известно Всевышнему заранее. Иначе его знания не истинны. Если же скажешь, что не знает он заранее, то с необходимостью придешь к великим мерзостям и рухнут стены. Саша здесь решил перевести практически буквально, но он здесь поясняет, что это за рухнут стены. Нет, мне особо не поясняют. Он приводит в арабские выражения соответствующие. Ну, понятно, к великим мерзостям имеется в виду, что ты придешь к ереси, говоря о том, что Бог чего-то не знает. А рухнут стены в том смысле, что рухнут стены религии. Ну, это знаменитый аргумент, да, действительно, знания Всевышнего. Выслушай же то, что я скажу, и обдумай это хорошенько, ибо это, без сомнения, истинно. Ведь это объяснено в божественной науке, то есть в метафизике. Всевышний, превознесенный, знает, но не знанием жив, но не жизнь. Его знания неотделимы от него. Он и его знания не находятся в том разделении, как человек и его знания. Ведь человек не есть знания, а знания не человека, они раздельны. И если бы Всевышний обладал знанием, в нем появилась бы с необходимостью разделенность, множественность, и оказалось бы несколько вечных. Но Всевышний и знания, ну, вот что, собственно, оказалось бы, Всевышний и знания, которым он знает, или Всевышний и жизнь, которой он живет, и всемогущество, которым он может. И так все атрибуты. Все те атрибуты, которые как раз представители Калама приписывают Богу, да, и каким-то образом объясняют, что это не ведет к его множественности, Рамбом как раз здесь говорит о том, что это ведет к его множественности. То есть, если я говорю, что знание не является, собственно говоря, интегральной частью его, а является чем-то отдельным, как у человека. Я человек, вот я знаю, но то, что я знаю, я могу, например, забыть. Или это нечто, что является в любом случае внешним по отношению ко мне. Вот знание, которое мы употребляем, как бы слово знание по отношению к Всевышнему, только по сходству. Но на самом деле это совершенно другой тип знания. Я привел тебе разумный аргумент, ясный, прежде всего, для понимания простых людей. Есть очень сильные и убедительные аргументы, снимающие это затруднение. Становится ясным, что он превознесенный, суть его атрибуты. А атрибуты, суть он. Он знающий, он предмет знания, и он само знание. Он жизнь, он жизненность, и он сам источник своей жизни. И так со всеми атрибутами его. Но это сложная тема, и не ожидай, что я сейчас исчерпаю ее в двух-трех строках. У нас в путеводителе разделенных будет этому посвящено несколько глав. И в них можно найти только пересказ, но не исчерпывающие доказательства. В силу этого великого принципа невозможно на еврейском языке сказать «жизнь Всевышнего», как говорят «жизнь фараона». Это сопряженное сочетание, в котором два имени существительных означают разные сущности. А в этом выражении оба слова означают одно и то же, поскольку жизнь Всевышнего, суть он сам. И это не два отделяемых слова. Невозможно это высказать в сопряжении, то есть в смехутии. Но когда говорят «жив Всевышний», имеется в виду, что он и его знания, суть одно и то же. Видите, что здесь он говорит и о знании, и о жизни одновременно. То есть в каком смысле все равно говорить «бог жив» или «бог знает», или «бог всемогущ», какой бы атрибут мы ни приписывали, мы должны понимать, что на самом деле приписывание этого атрибута, оно является, если мы говорим о Боге, оно является именно вот такого рода, когда он сам и знающий, и предмет знания, и само знание. Потому что для человека предмет знания и человек отделены друг от друга. И знание может появляться как связывающий человека с этим предметом, а может и не появляться. А вот у Всевышнего это как бы интегральная часть. То есть он и знающий, и предмет знания, и само познание. Также выяснена метафизикой, что не в силах нашего разума вполне воспринять бытие превознесенного из-за совершенства его бытия и недостаточности нашего разума. И нет способов познать его бытие. И неспособность нашего разума в постижении его, подобно неспособности глаза разглядеть сияние о Солнце. Это вызвано не слабостью солнечного света, но тем, что свет этот сильнее зрительной способности того, кто хочет его воспринять. Об этом очень много сказано, и все эти слова истинные и ясны. И из этого следует с необходимостью, что мы не знаем о его знании и не понимаем его совершенно. Кроме того, что он суть его знания, и его знания суть он сам. Это странно, удивительно. И этого они, надеявшиеся на познание Всевышнего, не поняли. И потому сгинули. То есть сгинувшие. Ну, здесь вы видите, да, Саша дает ссылки как раз на путеводительство растерянных. И там мы, когда дойдем до путеводительства растерянных, более подробно об этом поговорим. Вот об этом тезисе «знающие знания» и «знаемое». То есть они являются чем-то тождественным в Боге и не тождественным в человеке. А те, кто сгинули, это кто имеется в виду? Имеется в виду избранные сыны Израиля. Видите, из книги «Исход». Они дерзновенно простерли свою мысль и постигли нечто. Однако их постижение было несовершенным. И было это вызвано их посягательством на познание Всевышнего прежде достижения и несовершенства. И они сгорели в Тавере. То есть в книге «Домедбар» рассказывается о том, как они сгорели. Ну, опять же, это в путеводитель растерянных будет разбираться. То есть те, кто не готов к адекватному постижению истины, то есть не продвинулся в интеллектуальном совершенстве достаточным образом, не способен ухватить то, что, собственно говоря, ухватить-то и как бы невозможно. То есть он говорит, что мы не можем понять его знания. Но вот эту невозможность, собственно говоря, тоже нужно понять. Нам нужно понять, что это знания другого типа. Ведь они знали, что познание его бытия невозможно, но хотели все же познать его своим разумом. Этого не могло случиться. Ведь если бы познали его знания, то познали бы его бытие. Ибо это все едино. Постичь его в полноте, значит, постичь его бытие. Знания, мощь, волю, жизнь и прочие прекрасные атрибуты. И мы таким образом объяснили, что надеяться постичь его знания будущего – совершенная глупость. Мы ведь знаем о нем только, что он есть. А если спросят нас о его знании, скажем только, что мы не постигаем его. Как не постигаем вполне его бытие? И уже высказано порицание тем, кто стремился познать Всевышнего. В стихе «Можешь ли следуя отыскать», что это за стих – это книга Йоуландра. «Из всего сказанного нам следует, что дела человека в его руках, и он может быть праведным или порочным, без того, чтобы Всевышний принуждал его к одному из двух состояний. Поэтому требуются заповеди, учеба, подготовка, и вознаграждение, и наказание. И нет в этом ничего затрудительного, потому что разум наш короток для понимания образа знания Всевышнего и его всевидения». В данном случае он отвечает на вот этот парадокс. Как же решить его, что Бог, с одной стороны, знает, а с другой стороны, человек свободен в своем решении. Как же это знание его не определяет человека? Он говорит, ну, такой тип знания, у Всевышнего такой тип знания, которые нам недоступны, и поэтому он, безусловно, знает, но это не лишает нас возможности выбора. Ну и на этом все. Пришло время пресечь эти слова и начать толкование трактата, которому мы предпослали эти главы. То есть вот эта последняя глава, она, по сути дела, говорит о том, почему необходим был трактат. А вот почему необходимы наставления, почему необходимы какие-то уговоры человека, потому что человек свободен в своем выборе, и его нужно склонить к тому, чтобы он двигался в сторону добра, морального совершенства, дальше интеллектуального совершенства, и стремился к тому, чтобы достичь пророческого уровня. Вот, собственно говоря, мы с вами и закончили чтение восьми глав. Если у вас есть по этому поводу какие-то вопросы или размышления, можно их сейчас высказать, обсудить. Если нет, то мы перейдем к чтению следующего произведения. Мы, естественно, все будем читать. Следующее произведение, фрагменты, которые я думал почитать, это Мишну Тору. Сейчас, секундочку, я дам. Да, ну, народ может террически включать звук, значит, если нет. Если кто-то захочет задать вопрос, пожалуйста, включите микрофон. Если вы не включаете, то мы переходим плавно к следующей теме. Ну, по-видимому, народ может. Да, ну, хорошо, переходим к следующей теме. Значит, мы с вами прочитали три предисловия, связанные с ранним произведением Маймонина, относительно ранних. Да, это комментарий к Мишне, который был написан на арабском. И мы прочитали предисловия к Мишне, предисловия к главе Хелик, предисловия к трактату Авот, который называется Шмон и Праким. Вот это, собственно говоря, фрагменты, да, этого раннего произведения. Порой важное произведение Маймонина, которое тоже связано с, вроде бы, с традиционными текстами еврейскими, это Мишне и Тора. Мы в свое время говорили, я скажу еще тоже, прежде чем мы начнем читать, еще раз просто напомню несколько слов, что это такое. Само словосочетание Мишне и Тора встречается в Писании, и так называется последняя книга Пятикнижия, Второзакония, Мишне и Тора, собственно говоря, это адекватный перевод именно Второзакония, да, то есть это повторение закона, повторение Тора. Моисей повторяет народу Израиля в последней книге, да, все, что считает нужно повторить. И поэтому эта книга так и называется, Мишне и Тора. И Маймонид называет таким образом то, что он создает как кодекс еврейского закона. В определенном смысле это первый кодекс еврейского закона, если не считать Мишну кодексом. Относительно того, что такое Мишна, тоже можно как бы спорить. Некоторые считают, что это первая попытка кодекса, хотя на самом деле Мишна содержит в себе не только законы, а самые разные, в том числе истории какие-то, некие поучения, вот, например, как трактат, а вот это же не Аллаха, не кодекс получается. Так вот, Мишна и Тора вроде бы как раз является произведением, которое должно содержать в себе весь еврейский закон. И несколько характеристик этого произведения, которые вызвали критику. Это отказ Маймонида от атрибуции, то есть все высказывания не атрибутированные, они как бы написаны так, вот закон, как пишется, анонимным образом. Не сказано, раби-то кое-то сказал, раби-то кое-то сказал. От этого он отказался. Он отказался также от, в принципе, вот этого полемического начала, которое, собственно, характеризует Мишну, например, да, или Таумук, где один говорит так, другой говорит эдак. Есть полемика, есть несколько мнений. В кодексе Маймонида это мнение одно всегда. И он, как мы видим, сейчас, как увидим, привнес туда и определенные элементы философии. И здесь, наверное, важно сказать то, что, может быть, в следующий раз я даже рисуночек какой-нибудь сделаю для того, чтобы сравнить Мишны Тора с Мишной. Потому что, вообще-то говоря, за основу вроде бы он берет как раз разделение Мишны. Мишна, как известно, делится на шесть разделов. Каждый из них содержит какие-то трактаты. А у Маймонида это не совсем так. Это 14 книг. Но, тем не менее, некие элементы структуры Мишны присутствуют и в Мишне Тора. И, наконец, еще одна важная характеристика. Он пишет это произведение на иврите, в отличие от всех остальных своих произведений. Ну, вот это то, о чем мы говорили. Критика, которая была высказана, связана была с тем, что получается, что Маймонит как бы забивает гвоздями закон, а устная Тора, она должна развиваться. Это некая живая позиция, которая переменчивая и так далее. Ну, была критика и относительно того, что он не атрибутирует те или иные высказывания. Авраам и Бондавид, например, из Пасхеры говорил, ну, а как же я знаю придерживаться это, если он не пишет, кто это. Уже к тому времени существовали правила, с помощью которых решались аллахинические вопросы. То есть, например, в споре, ну, это вообще известно, в споре Гилейля и Шамая, Аллаха следует на дому Гилейля. Ну, и вот такого рода правила они касались самых разных мудрецов для того, чтобы было удобнее выводить Аллаху. И вот Авраам и Бондавид говорит, я не знаю, ее мнение он привел, мнение того, кто как бы является по правилам мнениям аллахи или нет. Но, несмотря на вот эту критику, которая была высказана в отношении Мишнотора, безусловно, все были в восторге от того, каким образом Маймонит структурировал весь этот материал. И понятно, что он им владеет. Это, на самом деле, в том числе те траклады Талмуда, которые не изучались регулярным образом. То есть он постарался создать всеохватный кодекс, включая и те законы, которые, на самом деле, перестали быть актуальными. Ну, хорошо. Это, на самом деле, я уже говорил, по-моему, когда мы делали обзор творчества Рамбома. Сейчас я просто напомню об этом. И мы начнем это читать. Это предисловие. Мы начнем с предисловия. Ну, здесь есть, видите, эпиграф такой, тогда не испытай в стыда, поднимая глаза на заповеди твои. Сам по себе этот эпиграф, он говорит о чем? Говорит о том, что Маймоник говорит, что нужно, чтобы у нас существовал вот этот самый кодекс. И тогда они испытают стыда, поднимая глаза на заповеди твои. Потому что иначе я не понимаю, если у меня нет кодекса. Каждый раз приходится что-то выяснять. Поэтому, создав это произведение, он в каком-то смысле говорит о том, что я снимаю вот это самое чувство неуютности, когда у нас, собственно говоря, нет закон. Это чувство неуютности, оно в том числе связано и с тем, что в соседних конфессиях, вроде бы, хотя и там есть, конечно, споры и так далее, но тем не менее, есть ясные, четкие сборники каких-то законов. То есть там разделения, безусловно, тоже есть. Есть шииты, сунниты, например, которые по-разному понимают закон, но в христианстве тем более. Но тем не менее, есть вот эти, этот жанр, жанр, собственно говоря, кодекса закона, который в еврейской традиции, об этом я тоже рассказывал, он только намечался, но, собственно говоря, вот этот общий, общий компендиум такой, включающий все заповеди возможные, его не было. И вот Маймонит говорит следующее. Все заповеди, которые даны были им, ваше на Синай, даны были с объяснениями. В оригинале бэфирушан, то есть, ну, действительно, с объяснением. Как сказано, «И дам я тебе эти каменные скрижали, и этот закон, и эту заповедь». То есть, он опирается на стих из книги «Шмот», где говорится, «Дам тебе каменные скрижали, закон и заповедь». Закон – это письменный опор, а заповедь – это объяснение к ней. То есть, из этого стиха он выводит вот такой тезис. Это тезис, на самом деле, опять же, не столько придуман Маймонидом, он встречается, на самом деле, в коммунической литературе, что Моисей получил заповеди вместе с объяснениями. Ну, и, естественно, что объяснение – это и есть устная тора. И приказано нам выполнять закон согласно заповеди, и эту заповедь называют устной торой. То есть, само слово «заповедь», оно означает не что иное, как устная тора. Видите, здесь в издании книжников довольно большой аппарат комментариев. Вот видите, принцип, согласно которому письменная и устная тора были даны Моисею, приняты всеми адресами Туамуда, есть соответствующие фрагменты и так далее. Но я не думаю, что мы будем читать все примечания, будем читать только те, что являются совершенно необходимыми. Ну, сам по себе этот тезис, мы понимаем, что это тезис алматической литературы, Моисей получает письменную тору и уст. Всю письменную тору учитель наш Моше записывал собственной рукой до своей смерти. Эта фраза вызывает, конечно, определенные вопросы, зачем, собственно говоря, это сказано. Ну, здесь тоже есть большой комментарий, я скажу просто от себя, что эта фраза говорит о чем, что есть у нас ведь концовка, концов которой, концов которой, в которой говорится о том, что умер Моисей. В силу того, что говорится о том, что умер Моисей, например, Авраам Бенезра предполагает, что вот эту концовку написал не Моисей, но если он умер, как он мог написать? А Рамбом прекрасно знаем о том, что есть мнение относительно того, что тору записал не всю Моисей. Он говорит, что всю письменную тору учитель наш Моисей и записывал собственной рукой до своей смерти. Он утверждает, что все-таки в том числе и в фрагменте, где говорится о том, что умер Моисей, тоже был записан Моисеем. И это, казалось бы, ну такая, можно сказать, можно сказать, традиционный взгляд, да, и так далее, но он имеет целый ряд следствий определенных, ведь если Моисей пишет в том числе про то, что умер Моисей, то это говорит о чем? Это снимает восприятие Торы как некого исторического документа, в каком смысле, да, превращает скорее в литературу сочинения, да, то есть, как мы бы сказали, да, то есть, это литература, а не история. И для Рамбома это, безусловно, очень важно. То есть, я потребил сейчас термины литература и история, только опираясь на наше восприятие, да, то есть, на самом деле, получается, что Тора в каком-то смысле не зависит от того, что происходит в данный момент в реальности, да, то есть, она записана, Моисей пишет про себя, пишет, и умер Моисей и так далее, но он еще жив. То есть, он таким образом оказывается персонажем, про которого рассказывает этот самый текст, который он записывает, да, и вот эта его персонажность, она для Маймонида очень важна. То есть, это непроходящее, да, то есть, непроходное высказывание, казалось бы, можно это просто пропустить, оно содержит в себе довольно сильное утверждение. И каждая из колен получила по свитку, а один свиток был положен в ковчег союза или завета для свидетельств, как сказано, и возьмите этот свиток законно и положите его туда, где ковчег союза и так далее. То есть, получается, что было записано 12 или 13, у нас в колене, да, 12 или 13. Что значит, как Маше мог записывать Тору, если это было запрещено, то Тору не было запрещено записывать. Речь идет о письменной Торе. Письменную Тору как раз нужно было записывать. Вот он и записал всю письменную Тору, учитель на Сноше, записал собственной рукой до своей смерти. Я отвечаю на вопрос, уже не был вопрос. Ну и вот, кто там сделал эти 12 свитков? Отдельный вопрос. Подождите, подождите, можете мне объяснить? Я что-то, наверное, не понимаю. Вот скрижа Лизавета, да? Вот он на базе них что-то записывал? Нет, нет, не на базе них. Ну, а что? А что? Берешь свиток и записывают, как сегодня в синагоге. Раскрывают свиток. Переписывают? Что значит переписывают? Записывают. Как писет записывает свиток. Медраж говорит о том, что Моисей видел, Медраж говорит и повторяет Рамбан уже, видел Тору, записанную черным огнем по белому и слышал то, что ему диктует Господь. Вот он сидит и пишет. Можно это так воспринимать, можно это воспринимать так, что ему диктовали, он писал. Это не скрижа Лизавета, это именно свиток. Вот он говорит, что каждый колен получил это свитку, возможно, он сделал 12 копий даже, а не одну. Это письменная Тора. Все, спасибо. А то, что называется заповедью, то есть объяснение Торы, не записал. Вот это как раз было запрещено записывать, это заповедь, то, что Маймонит называет заповедью, это устная Тора, и вот его он не записал. Но заповедал старейшину и Яшуа Беннуну и всему народу Израиля, как сказано, все, что я заповедую вам, это храните, чтобы выполнять. И поэтому это называют устной Торы. То есть он сделал свиток или даже двенадцать и что-то передал устно. То есть вот это самое объяснение, заповедь, то, что называется заповедь, но на самом деле это не заповедь, а это объяснение всего того, что он записал. И хотя устная Тора не была записана, обучил ей учитель нашим Машей 70 старейшин, которые составляли Верховный Суд. И Элязар, и Пенхас, и Ашуа Беннун приняли это знание о Машей. А Яшуа, который был учеником учителя нашего Маши, стоял ответственным за передачу устной традиции. И сам Яшуа все дни своей жизни обучал учеников устно. То есть есть некое устное предание, которое сопровождает письменный текст, и Моисей обучал кого-то этому знанию. Ну и в частности Яшуа был назначен тем, кто самым лучшим учеником, который сам тоже все свои дни обучал учеников из устно. И многочисленные старейшины приняли устную Тору от Яшуа, и первосвященник Эли принял ее от старейшины от Пенхаса, и пророк Шмуэль принял ее от Илии, его суда, царь Давид от Шмуэля, его суда, ну и так далее. То есть на самом деле что дальше делает Гамонит, он описывает нам передачу вот этой самой устной Тору. Почему собственно говоря он это делает? Почему он сейчас начинает рассказывать о том, как передавалась устная Тора, в каком-то смысле повторяя то, что сказано в Перке Авод, правда же там сказано, Моисей передал Тору Яшуа, Яшуа передал старейшинам и так далее. То есть по сути дела это расширенный пересказ Перке Авод. Мы видели, что и в предисловии к Мишне то же самое он делал, то есть менее подробно. Понятно почему, потому что он собственно говоря что делает? Он фиксирует еврейские законы, еврейские законы это что? Это и есть самая устная Тора, и поэтому он рассказывает о том, как эта устная Тора передавалась, 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 и что из этого получилось. Вот пророк Ильяу принял устную Тору, далее, Ильиша принял, видите, здесь масса имен, то есть он подробно описывает кто у кого вот эта традиция, устная традиция, передача этой традиции, он ее подробно описывает, вплоть до пророков, мы сейчас не будем этого даваться, будем понимать, что идет описание этой самой традиции. Уже Рабан Юханан Бхазакай появился, у него было пять учеников, это тоже из трактата, вот, кстати, видите, здесь все эти имена раби Мейра, раби Иуда, Рабан Гамлеэль принял туру от своего отца Шимова и так далее, вот он описывает прямо, буквально перечисляя имя за именем, и вот святой наставник составил Мишну, видите, да, то есть дошли до Мишну, все это передавалось из устной, из устной, из устной, и вот теперь он составил Мишну, и со времен учителя нашего Мошея до этого момента не составляли никакого сборника для массового изучения устной Торы, но в каждом поколении глава Верховного Суда или пророк бывший в дни записывал для себя вкратце сведения, передаваемые им учителями, своих учеников обучал устно, то есть делали конспектики такие, наброски, наброски делали, записывали, но для себя эти наброски никому не передавали, и учеников обучали устно, потому что был запрет на запись, на запись чего, на запись вот этой самой устной Торы, и все ученики вели для себя краткие записи, кто как мог, объяснение текста Торы, ее законов, со слов учителя, также новых постановлений, появляющихся в каждом поколении, которые не передавались по традиции, были выучены из текста Торы на основании 13 правил толкования текста, с которыми согласились мудрецы Верховного Суда, и так было всегда до святого нашего наставника, то есть до Раби Иуды Анаси. Видим, что здесь тоже есть некий нюанс важный, Рамба мне говорит о том, что вообще это передавалось из устной, никто никогда ничего не писал, писали, приписали, составляли конспекты, но каждый сам для себя, нельзя было передавать этот конспект, ты для себя мог что-то там как-то законспектировать, но передача должна была быть из устной. Ну, относительно того, почему, собственно говоря, устную Тору нельзя записывать, есть целый ряд разных аргументов, один из возможных аргументов, это то, что записанная устная Тора, с ней начнется процесс сакрализации, то есть она будет восприниматься как некая конкурирующая запись по сравнению с письменной Торой, то есть где кончается письменная Тора, начинается устная, то есть то, что записал какой-нибудь из учеников, это то ли письменная Тора, нет, это его запись, его понимание, поскольку эти понимания меняются и передача этой самой традиции, она включает в себя тональность с помощью которую использует учитель, ну и так далее, то есть все-все интонации, какие-то смысловые нюансы, поэтому при записи все это может потеряться, поэтому до Раби Людэнаси никто не пытался записывать, нельзя было записывать, а он собрал все источники традиции, все законодательные постановления, все пояснения, разъяснения и те, что передавали со времен учителя нашего и те, что выучили из текста Торы, то есть можно было что-то выучить из текста Торы, с помощью чего? С помощью Медраша, из всего этого составил книгу, называемую Мишной, и обучал ее мудрецов публично, и сделал ее достоянием всех евреев, и все стали переписывать ее, распространяя повсюду, где жили евреи, чтобы не забылась устная Тора в народе Израиль. То есть это было аргументом Юдэнаси, почему он составил устную Тору, чтобы не забылась, и она превратилась в письменную. А почему святой наставник так поступил, а не оставил все как было? Потому что я видел, что учеников становится все меньше и меньше, обед все больше и больше, и злодейское государство, Римская империя распространяется по всему миру и усиливается его влияние, а народ Израиля в скитаниях своих разбредается по всему свету на большие расстояния. И поэтому он составил один сборник, который был бы у всех евреев, чтобы можно было быстро его выучить и таким образом не забыть Тору. И все дни своей жизни он со своим судом обучал Мишне множество людей. И дальше, хорошо, вот составлены Мишна, дальше он рассказывает о том, как изучали эту Мишну и как составляли, собственно говоря, Талмуд. Вот он говорит и о сборниках Медрашейра, составил сборники Сифра и Сифрей, да, есть упоминания о Тасефте, и вот составляются Талмуды, Рафаши, ему приписывается на завершение Рафаши и Равина, им приписывается завершение Талмуда. Вот он приводит список этих самых мудрецов. И получается, что все приняли от Господа Бога нашего эту самую устную Тору. Почему? Потому что на самом деле все восходит к Моше, который получил письменную Тору и устную Тору. Дальше про содержание Талмуда и так далее, да, и так далее, и так далее. И другие сборники, да, сборники, например, комментариев на книгу Берешит, Берешит Раба, видимо, имеется в виду. И вот после Сударова Аши, сын которого закончил работу по составлению и редактированию Талмуда, ускорилось расселение евреев по всем странам, вплоть до того, что попали они в места весьма отдаленные на морские острова и усилилась в мире вражда между народами и нарушилось сообщение за военных действий. И изучение Тора уменьшилось, уже не собирались тысячи евреев учиться в своих решивах, как прежде. Ситуация ухудшается. Ситуация ухудшается. Ну и он здесь говорит о том, что появились различные прочтения закона, есть общины одного места, есть общины другого места, у каждого из них возникают свои законы. И мудрецы, появившиеся в еврейском народе после составления Талмуда, изучавшие его и прославившиеся своей мудростью, называются Гаонами. То есть он переходит к описанию творчества Гаонов. И были составлены аллогические кодексы, действительно, были составлены аллогические кодексы, но краткие, касающиеся того, что было актуально на тот момент, объясняющие, что разрешено и что запрещено, что подлежит наказанию, а что нет. И цель этих кодексов приблизить к знанию Торы тех, кто не может постичь глубин Талмуда. То есть Гаоны извлекали из Талмуда закон и в этих кодексах формулировали. Чем отличается это от кодекса, почему я сказал, что кодекс Рамбома это первый кодекс, потому что эти кодексы касались определенной тематики, они не были всеохватными, то есть они касались определенных тем, актуальных, но не касались всего закона в целом. И в наше время обрушились на нас новые беды и проблемы заслонили от людей все, и пропала мудрость мудрецов, и понимание скрылось от зонтаков, и поэтому то, что казалось гаоном объясненным и понятным, в наше время вызывает затруднения. И понимают люди, как это следует, кроме немногих, не говоря уже о самом Талмуде, оонском, русалинском и о сборниках Медрашей, Сифра, Сифра и Тасефта. Все эти книги требуют широкого кругозора, глубокой мудрости и длительного времени для постижения. И только при этих условиях можно понять из них правильно, что Тора разрешает, что запрещает и так далее. Поэтому набрался решимости я, Мше, сын Маймона из Испании, Господа, он изучил все эти книги, говорит, что он все это изучил, и счел нужно составить свод законов, вытекающих из всех этих сочинений, что запрещено, что разрешено, что осквернено, а что чисто от скверны, и также все остальные законы Торы. И излагаю я это понятным языком, кратко, чтобы упорядочить устную Тору и сделать ее доступной для всех, исключить двусмысленность, отрывочность и возможность разных толкований. Двусмысленность, отрывочность и возможных разных толкований, это на самом деле характеристика, вообще-то говоря, это ламудическая литература. Она вся двусмысленная, отрывочная, и там возможны разные толкования. А рамбом что делает? А рамбом исключает как раз именно эти качества, именно вот смысленность, отрывочность и возможность разных толкований. И сделать ее простой и понятной. В согласии с законом, который довели до нас все эти сочинения и комментарии со времен святого наставника до сего дня. Цель этого сочинения сделать законы Торы как заповеди, так и постановления мудрецов. Он разделяет ведь есть заповеди, есть постановления мудрецов и пророков, которые были привнесены достоянием всех и малого и великого. Иначе говоря, чтобы человек не нуждался ни в каком другом сочинении для понимания еврейских законов, так как это сочинение включает в себя всю устную Тору. Видите, да, замах Рамбама, он говорит, я всю устную Тору изложу. Причем ясно, понятно, доступно, без всякой двусмысленности. Все будет ясно и все. Больше ничего не нужно. Никакого другого сочинения не нужно. Бери Мишну Тору и все будет хорошо. Со всеми постановлениями, обычаями, запретами, которые были введены мудрецами со времен учителя нашего мыши до составления Талмуда в соответствии с объяснениями Гаонов, известными из их сочинений. То есть и геоническую литературу он тоже штудировал, как бы, и его используют для составления своего сочинения. И поэтому назвал я это тут Мишны Тора. Ну, здесь перевод не очень следующий за Торой приложение, которое Мишны Тора, это, собственно, повторение Тора, да, то есть второзаконие. Так как сначала человек читает письменную Тору, а затем эту книгу, и из нее узнает всю устную Тору. И нет ему необходимости читать между ними еще какую-нибудь книгу. Вы видите, что на самом деле Рамбов в своем предисловии, он ну, очень жестко формулирует позицию, да. Почему? Ну, во-первых, это как бы претенциозно, что он ухитряется всю устную Тору сюда вложить. Во-вторых, получается, что, собственно говоря, больше ничего не нужно. А что делать со всей той литературой, которую он написал, вот Мишны и до Гавонов, и Талмуды, и сборники Медрашей и так далее, все это не нужно. Теперь достаточно взять вот эту самую книгу Рамбову и вся устная Тора перед тобой. Видите, здесь комментатор приводит, Мейер Левинов переводил книжку. Он приводит слова Раавада, Авраама бен Давида из Паскера, о котором я говорил. И действительно, их стоит прочитать. Хотел исправить и не исправил. Ведь оставил он путь всех сочинителей, которые были до него, поскольку они приводили доказательства своим словом и приводили высказывания от имени их авторов. И была от этого великая польза, ибо зачастую судья может пожелать разрешить или запретить что-либо, опираясь на доказательства, из какого-то места. А если бы он знал, что некто, превосходящий его мудростью, предпочел его решению другое, то и сам поступил бы по-иному. А с сочинением этого сочинителя невозможно понять, должен я отвергнуть свою точку зрения или нет. Ведь если тот, кто расходится со мной во взглядах, превосходит меня мудростью, ну тогда хорошо, то есть следует изменить свое мнение. А если я его превосхожу, зачем же мне менять свое мнение из-за него? То есть он говорит, а кто сказал, что рамбом выше меня, например, да? И еще есть вещи, о которых спорят между собой гаоны. А этот сочинитель разъяснил и привел в своем сочинении слова лишь одного из них. Почему я должен полагаться на его решение, если оно кажется мне неверным? А узнать из его сочинения, достоин ли тот, кто спорит с ним вступить в такие дискуссии, я не могу. А все это потому, что поскольку духу великий и знания открыты в нем. Потому что он как бы зазнался, да? То есть он решил, что он дух великий и так далее. И получается, по словам Рави Фраама бен Давида, что, собственно говоря, Мишна и Тора довольно сколько сочинений. Но на самом деле была высказана и другого рода критика, о которой я уже говорил. То есть вот эти все дискуссии, споры, различные толкования, это на самом деле часть устной традиции. Так это воспринималось, по крайней мере, да? И когда все становится ясным, однозначным и простым, то это, собственно говоря, меняет саму ее суть, суть этой устной традиции. То есть она не может меняться, когда получается так, да? Вот он, думай, Маймонит зафиксировал и все. А наличие споров, двусмысленностей и разных толкований на самом деле позволяет этой самой устной традиции развиваться. Еще я целесообразно сгруппировать этот труд по темам и разделить темы на главы, а главы на пункты и так далее. Ну и дальше он объясняет, как, собственно говоря, структурирована Мишна. Об этом мы в следующий раз, наверное, поговорим. Я проведу сравнение с Мишной самой, да? И после этого следует перечисление заповедей, которые мы с вами пропустим. Вот можно вопрос? Да. Вот здесь Мишна, Тора – это знание, да? Это, ну, как раздел. Получается, да? Мы еще не начали, да. Мы пока прочитали видение. Да. Просто хочу, чтобы мне объяснили. Это, как бы, Тора, она поделена на вот такие, ну, как трактаты, да, или как назвать, разделы. Там же и есть. Тора? В смысле. То есть, как вообще вот, то есть, это из Торы вы взяли какие-то куски, и вот этот кусок будет, ну, относиться к знанию, да, вот к какому-то, которое после прочтения ты получишь. То есть, вообще-то после всего ты получаешь знания, да, после всех разделов. Ну, как это делалось? Что-то я не могу понять. Мы же как раз почитали, Женя, мы же как раз почитали. Он, Рамбан, нам все объяснил. Ну, повторите, ничего. И получил письменную Тору и устную Тору. Так, это понятно, да. Понятно. Устная Тора передавалась из поколения в поколение из устных. Это все ясно. Потом она была зафиксирована по биодой Анаси в Мишне. Мишна состоит из 63 трактатов, 6 разделов. И большое количество трактатов. В каждом разделе есть какие-то трактаты. Как я уже сказал, в следующий раз я сравню, наглядно нарисую сравнение структуры книги Маймонида. С Мишной. Мы увидим, как перегруппирует вот эти разделы Маймонид в своей книге. Он немножко меняет. Он не сильно меняет, но меняет. И мы увидим, каким образом. Что делает Маймонид? Он говорит, я все. То, что было написано до меня. В рамках устной торы. Не в рамках письменной торы, а в рамках устной торы. Устная тора развивалась. Талмуд комментировали. Галоны. Мишну комментировал. Талмуд. Все это, говорит, я переработал, обработал как следует. И теперь в новой форме, в форме 14 книг. Это я Маймонид разделил на 14 книг. Я излагаю весь устный закон. Все, что было, передавалось из уст. Получается, что он из письменной выявлен. Из письменной он не трогал письменную. Да. Значит, он структурировал устную. Устную следует от письменной. А устный он, все, что там было откомментировано, да, вот он структурировал это на отдельные куски знания, да, вот как здесь книга знания. Он сделал 14 книг, да. Он разделил это тематически. Мы не стали читать подробно, как он это сделал. Потому что я в следующий раз приведу картинку, где мы увидим это. Да, вот это будет интересно. Потому что, честно говоря, вот непонятно именно, как он определил, какие куски будут относиться к... Он сам решил, он решил, что нужно разделить это все, структурировать определенным образом. Да, вот я получаю какой-то материал. Я решаю разбить на главы. Сколько у меня будет главы? Две главы, три главы. Сколько будет книг? Он решил, что будет 14. 14 книг. Так будет удобно тематически, да. Из соображения удобства он решил так структурировать этот материал. Первая книга, он называл из 14, первую из них он назвал книга знания. Ну, не очень хорошо переводится знание, да. То есть, потому что это сэфир, а мада. Мада – это не просто знание, да. Вообще-то говоря, мада – это наука. Можно перевести, конечно, как книгознание, но можно перевести как то, что... Ну, наука – это, собственно говоря, тоже, да. Сам глагол, конечно, мада происходит от глагола ладаат, то есть знать. Поэтому в каком смысле это действительно книга, которую можно назвать книгой знания. Мы все 14 будем изучать? Нет, что вы. Мы посмотрим на несколько фрагментов. Мы не будем изучать все 14. Это огромная книга, огромное сочинение. Поэтому нас не интересует... Мы же занимаемся философией, правда? Мы не занимаемся алохой. В данном нашем курсе мы алохой не занимаемся. То есть законами, какие законы, чего мы не занимаемся. А занимаемся философией. Так, собственно, курс назван, да, средневековая философия, автор и текст. Вот то, что относится к философской части, мы как раз немножко почитаем. Тоже не все, но немножко почитаем. Вот эта книгознания, вот она книгознания, да, после предисловия поняли, собственно говоря, сам замысел его, да, и то, как он собирался сделать. Все ясно объяснить, четко объяснить. И на основе всего того, что передавалось из поколения в поколение. Вот он теперь все это разбил на 14 книг. Это разбиение в следующий раз проиллюстрируем. А пока увидим, с чего он начинает. Начинает каждая из этих его книг, она тоже делится на своего рода разделы. И первый раздел книги «Знания» называется «Фундаментальные законы Тора». И вот как он начинает. Так. В каждом разделе он перечисляет, кроме всего прочего, те заповеди, которые он будет объяснять. Эти заповеди сейчас мы тоже пропустим. И начнем просто с первой главы. Еще вопрос. Ну, такой, как комментарий, не знаю, вопрос с комментарием. Значит, Рамбам, да, вот он, когда тоже все это переработал в своей голове и выписал самый лучший вариант, на мой взгляд. Мы же еще не читали, как вы знаете, самый лучший вариант. Ну, когда мы читаем что-то, всегда есть какие-то комментарии Рамбама. И, в принципе, в итоге, когда начинаешь думать, доходишь до его мысли и понимаешь, что это правильно. Ну, это очень сложно в данном случае. Для этого нужно прочитать весь там, ну, все мидраши и так далее, и оценить, правильно он сделал или неправильно. Ну, ладно, неважно, да. Да, даже потому, что мы, когда читаем, это и так уже видно. И то, что до этого читали. Произвел впечатление. Ну, да, мы же читали и Брахот, и Итанит, и так далее. Это уже мне довольно... Без Рамбама мы читали, надо заметить. Хорошо. Ладно, у вас были тоже всякие разные лекции и так далее, да? Лекции были, но не про это, да. Ну, хорошо, хорошо, да. Вопрос. Ну, все, вы меня, конечно, напустили, ну, ладно. Вот хочу спросить. Значит, вот когда он это сделал, да, Рамбам, получается, все-таки он как-то ускорил развитие... Ну, то есть это он, когда сделал вот эту свою версию, которая, скажем так, назовем ее самая правильная, Нет, не надо называть ее самой правильной. Мы видели, что была критика довольно серьезная. Нет, ну, критика, она всегда и всех всегда критика. Да, но это самое правильное нельзя назвать. Он создал свой кодекс законов. Ну, на него же всегда ссылаются в основном, как-то берут... Нет, в основном, Женя, ссылаются на всех, на разных людей ссылаются. Ну, хорошо, но это не вопрос. Вопрос в чем? Вопрос в том, что он все-таки продвинул развитие изучения, да, все-таки он же... Вот, например, там люди все на разном уровне развития своей там мысли и вообще рождаются все на разных ступенях развития. И кто-то там читает какие-то книги, вот он не видит все нюансы, например, видит только на своем уровне. Другой видит чуть побольше, да. И Рамбам, он когда, ну, как бы переосмыслил вот этот весь материал, он дает какое-то такое, ну, как вы мне сейчас сказали, что не надо на него, но я, скажем так, сейчас в вопросе, он как идеал, да, как идеал в какой-то степени. И когда люди читают его комментарии, да, все-таки тот, который на более низком уровне, и тот, кто на повыше, они все-таки... Жень, давайте вопрос. Попробуем задать вопрос. Вы хотели задать вопрос. В чем вопрос? Ну, в том, что вот он же помогает, помог таким образом развиться... Вопрос, помог Рамбам или не помог? Да. Да, в этом вопрос. Ну, то есть он, получается, ускорил развитие... А куда надо было ускорять? Куда нам спешить? Ну, не знаю, мне кажется, что... Значит, я отвечаю, я, кажется, понял ваш вопрос, попробую на него ответить. То есть внес ли серьезную лепту Рамбам в развитие еврейского закона? Да, внес. С одной стороны. С другой стороны, он, с точки зрения очень многих, не столько помог, сколько навредил. Только что мы прочитали этот комментарий, да, этого Авраама бен Давида. Да, я помню. Я объяснил почему, да, потому что, с одной стороны, кодекс – это хорошо, а с другой стороны, кодекс – это плохо для еврейской традиции. Почему кодекс – это плохо, потому что кодекс останавливает в каком-то смысле развитие дальнейшего этого закона. Да, вот он сформулирован и все. Так Рамбам, по крайней мере, хотел. Получается, что тогда дискуссии, споры вокруг этого, новые законы и так далее, они как бы лишаются смысла какого-то. Да, вот у меня есть эта книга, и все, до свидания. Наверное, Рамбам хотел, чтобы так было. Но еврейская традиция не стала идти по этому пути, который предложил Рамбам. Рамбам говорит, вот вам устная тора, и больше не морочите голову, да, не нужно вам теперь ковыряться в талмуде и так далее, и так далее. Вот, все, 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 как на ладони, все, как говорят, на тарелочке. Но в силу целого ряда причин, я про них уже говорил, эта книга, с одной стороны, была принята, с другой стороны, была подвергнута и серьезной критике. Критики не потому, что Рамбам что-то там не знает, и еще что-то такое, а потому, что сама идея составления вот такого рода кодекса – это проблема. Хотя в дальнейшем, конечно, такие кодексы составлялись, и Шульхан-Арух, собственно говоря, тоже является примерно таким же кодексом, который является как бы последним как раз кодексом еврейского закона. Но нас, опять же, интересует сейчас не логическая сторона дела, то есть не то, каким образом Рамбам подошелся к законам, а каким образом он привнес в этот закон некие элементы философии. И мы прочитаем буквально первую фразу, да, остальное будем уже читать в следующий раз, которая, собственно, должна нас довольно серьезно потрясти. «Основа основ и столб всех наук – знать, что существует некто первый сущий, и он наделяет существованием все существующее, и все существующее на небе, на земле и между ними обязано своим существованием только непреложной действительности его существования. И если представить, что его не существует, ничто другое не может существовать. А если представить все существующее, кроме него, что все существующее, кроме него, исчезнет, он останется существовать и не исчезнет с исчезновением всего. Так как все нуждается в нем, а он, благословенный, не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений в отдельности. То есть, он что, собственно говоря, говорит? Это первый сущий. Первый сущий – это, по сути дела, переформулировка первопричины Аристотеля. Почему с самого начала это должно нас потрясти, как такого рода высказывание. То есть, это первая алаха. То есть, это первый закон. Закон раздела фундаментальной законы Тор. Потому что Рамбом нам только что рассказывал о том, что он пользуется чем? Это самой устной традицией. А где же в устной традиции мы найдем что-нибудь про вот этого самого первосущего? То есть, про первопричину в аристотельском смысле. Мы этого не найдем ни в Мишне, ни в Талмуде, ни у Гаона, ни у кого мы этого не найдем. Мы можем найти это только у Аристотеля. И тем не менее, с этого начинается вот эта книга, являющаяся законом еврейским с точки зрения Рамбама, который, по сути дела, что получил Моисей на горе Синай. На этом, так сказать, вопросе или на этом недоумении мы сегодня закончим. А в следующий раз продолжим. Попробуем это недоумение каким-то образом развеять. И, может быть, у народа… Да, если есть, помимо недоумения… У Жени было много, Женя, я думаю, таким-то образом много выразило. Как бы множество того, что вопросы, которые были у людей. То есть, что-то какое-то такое уже выяснилось. Я думаю, что у народа еще остались вопросы. Да? Имеется, что хотя бы немного дать времени. Можно? Два коротких вопроса сразу я задаю. Значит, вы сказали, или это где-то написано, я не понял, что Иуд Моисей сказал, что это как бы по воле Божье. Он сказал это как бы от себя, то есть, он записывает Усную Тору. Или есть какое-то пророчество о том, что надо записать Усную Тору? Нет, пророчества нет никакого, конечно. Был запрет. Этот запрет был нарушен с точки зрения того, как описывает его Рамбам. Этот запрет был нарушен, потому что была безвыходная ситуация, грубо говоря. То есть, он призывает как бы Всевышнего к себе на помощь, но это не то, что значит, что Всевышний ему, так сказать. Да, да, это только он призывает, это теперь уже Рамбам призывает, собственно говоря, почему он так объяснил то, что сделал раб Иуда Анаси, потому что он говорит, я делаю примерно то же самое. И у нас сейчас безвыходная ситуация. Он говорит, все, у нас сейчас совсем мудрецов не стало, никого не стало, Тору так потеряем, придется мне взять на себя роль, примерно такую же, как взял на себя Иуда Анаси, и быстро-быстро сделать вам, ну или медленно-медленно, но сделать вам… Ну, инициатива снизу, короче говоря, это все понятно. Да, да. А вот теперь еще короткий вопрос. Моше кто так хоронил? Вообще, как это понимается? Или написано у вас, что умер, он и все такое, и не было, и так далее, и так далее, все, что написано о нем. Ну, а что говорится о том, что-то известно, что его кто-то хоронил по еврейским традициям, он был похоронен? У нас известно то, что высказывает Талмуд по этому поводу. Талмуд говорит о том, что могилу Моисея никто не знает, где она, потому что хоронил его сам Бог. Ну, понятно. Но я что имел в виду, что, в принципе, он мог бы как бы уже из своего трансцендентного существования закончить писать, как бы, да? То есть, если не было свидетелей, никого не было. Нет, нет, Рамбом считает как раз то, что он совершенно в своем земном существовании. Ну, это понятно. Своей рукой вывел и умер Моисей, а сам еще был живой. Это означает просто, что эта книга, я же говорю, да? То есть, она как бы... Непонятно. Да. Это ясно все. Да. Ну, хорошо. Ладно. Вот хотел уточнить. Спасибо. А можно еще... Сейчас, Женя, одну секунду. Можно одну секунду? Хорошо? Да. Я очень осторожно хотел такую вещь спросить. Мамаша, осторожно. А вот есть ли какое-то мнение, да? О том, что такой поход Рамбама, который тоже, я опять очень осторожно говорю, который представляется, ну вот, я не хочу сказать слово выжимка, да? Но как бы то, что называется, тахлес. Все разговоры, так, сяк, сяк, это все как бы бонус. Для нашего поколения нам нужен тахлес. И для следующих поколений. Все. Вот я вам даю спасательный круг. Но вот такой подход не мог ли привести, либо даже, я осмелюсь сказать, не привел ли, к некоторой стагнации еврейской мысли? И в наше поколение тоже. Ну, так, конечно, я же про это и говорю. Собственно, за это его и критиковали. Что такое стагнация? Стагнация закона, это значит, что у меня все, вот все забито гвоздями. А у нас как развивалась устная тора, вообще-то говоря. А этот сказал так, а этот сказал это, а этот потом так, а потом еще вот так. И так далее. И пошло и поехало. То есть это живая. Поэтому нельзя было записывать. Поэтому уже был запрет на запись. Так что его критиковали, конечно, именно за это. Его критиковали за стагнацию закона. То есть еще... Я правильно понимаю, окей. Правильно, абсолютно. Окей. Поэтому были люди, которые говорили ни в коем случае, но критиковали точно так же и Шульхана Ру. То есть каждый раз, когда кто-то собирался составить закон, его критиковали активно. Помогло это? Не очень. Да. То есть все-таки закон, так сказать, кодекс свое взял. Понятно. Понятно. Но вот ты можешь оценить... Опять же, я очень осторожно формулирую. Потому что понятно, что это мудрец, великий, авторитет и так дальше. Вот интересно, с точки зрения личности Рамбама, это был его как бы... Я не знаю, как это сказать. Он претендовал. Он как бы претендовал... То есть это было больше как бы некоторая амбициозность, действительно. Он претендовал, что он может объять в себе все, что было до него, и простым людям изъяснить простым языком. Либо-либо это было действительно, не знаю, куда-то ша или что-то вот такое. Действительно, очень-очень-то как бы... Ну, я повторю то, что я уже, по-моему, говорил, когда мы только начинали говорить о Рамбаме. Собственно говоря, можно понять его проект следующим образом. Поскольку он... Мы сейчас только что читали вот эти главы 8 глав. То есть идеал – это что? Идеал – это интеллектуально совершенный человек. Морально интеллектуально совершенный человек. Если это вопрос, изучая Талмуд, я становлюсь интеллектуально совершенным? С точки зрения Рамбама, возможно, что нет. А что я должен изучать, чтобы познать Всевышнего, что он один, что он первопричина и так далее? Что я должен изучать? Философию я должен изучать. И тогда получается, что его проект, возможно, состоял в том, что, ребята, вот по поводу того, значит, это на это положить или то на то положить. По поводу того, что делать? С какого конца яйцо разбивать? Я вам сейчас все дам. Про это хватит. Чтобы закрыть эту тему? Да, чтобы закрыть эту тему. Идите, занимайтесь философией. А, да? Потому что это еврейская традиция. Это еврейская традиция. Это главнее. Это важнее. А он это говорит где-то просто реально? Нет, реально нет. Я говорю, что можно понять его проект таким образом. А, окей. Я понял. Александр Гамур, Тов, очень интересно, суперинтересно. Ну, хорошо. Если у кого-то еще есть краткие вопросы, может быть, только... Я хочу краткий. Значит, вот последнее, что вы сказали, Ури, это про то, что Рамбам опирался на Аристотеля. То есть, он выявил вот эти законы из Торы, из устной Торы, которые, получается, совпали с аристотельской мыслью или как? А как он выявил? В том-то и дело, я же говорю, это вопрос, мы на него в следующий раз будем отвечать. Мы же с недоумением прочитали первую заповедь. Первая заповедь оказалась сформулирована как представление о первосущем, то есть о первопричине, которая ни от чего не зависит. Я и задал этот вопрос, мог ли Рамбам найти это в Талмуде, в Медрашах, у Гаонов. Ответ – не мог. То есть, он изучал Аристотеля отдельно, потом как-то это... Да, так получается, изучал Аристотеля отдельно, потом сделал это еврейским законам. Причем с этого начинается еврейский закон у него. Ну, мы об этом в следующий раз как раз поговорим. А это точно, что он так? Жень, давайте я думаю. Жень, Жень, секунду. Я думаю, мы сейчас можем это начальное объять необъятное. Давайте сейчас угарим. Да, сейчас стоит остановиться. Да, оп, все, я попал в точку. Такой перерыв у нас был, что вы видите, как сейчас прям сразу раз и столько... Да, 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 нам всем тяжело, Жень, нам всем тяжело, не только вам-тебе. Хорошо? Все? Мы на этом заканчиваем? Пока. Спасибо, спасибо огромное. Мы все очень дико рады, что вы восстановили наши занятия и продвигаемся после пересечения Черного моря. Все. Всем пока. Пока-пока. Счастливо, да. Пока-пока. Счастливо, да.